всем привет сегодняшнем видео предлагаю вам поскетчить вместе со мной и мы будем рисовать вот такого жука бронзовика обычных называют майский хотя это не совсем верно и так для начала я определяю форму нашего будущего жука и это будет трапеция которая уже у основания и дальше еще одна маленькая трапеция которая совсем совсем сужается к основанию то есть практически треугольник и закругляю все углы для того чтобы жук приобрел более натуральную форму дальше я конечно немножечко ошиблась как вы видите по фотографии тон заднего плана гораздо более яркий и в идеале нужно конечно сначала заполнять задний план но я начала с жука и здесь мы используем охру травяную зеленую оранжевую и английскую красную далее мне немножечко не заснялся процесс но также по мокрому когда чуть-чуть у меня просыхает первый слой я вожу темно-зеленую и смесь кроплака розового и коричневого вы можете смешать красный розовый и черный для получения вот этого теплого богатого оттенка коричневого цвета и далее кое-где я как бы соскабливаю краску и ввожу в нее немножечко бирюзового для того чтобы зеленый более интересно отливал и ввожу это вместо бликов вы можете видеть их на фотографии далее просто темные зеленые я выделяю все контуры дожидаюсь конечно пока все мои слои просохнут и этим же оттенком красновато коричневым прорисовываю более подробно рельеф нашего жука для того чтобы лучше вписать коричневый в другие переходы цвета я использую охру мне нравится ее использовать больше чем желтый потому что желтый в переходе из красно-коричневого дает более рыжий оттенок мне кажется в нашем случае для зеленого для сочетания этих цветов уместнее будет использовать охру но опять же я не настаиваю если вы не любитель можете избежать этот момент использовать просто средний желтый например италия просто выписываю рельеф нашего жука опираясь на фотографию кое-где размываю зеленый для того чтобы получить более болотно зеленый охрой также кое-где есть травяная зеленая это нужно там где блик у нас уходит больше желтой и где блики уходят в оранжевый повторюсь использую охру и в принципе это все то есть я смотрю на фотографию и где-то усиливаю нужны мне оттенки если у вас база нужного цвета то в принципе вся работа над жуком будет состоять в три слоя то есть слой блика самый светлый средний тон это зеленый и красно-коричневый и последний самые темные участки насыщенными оттенками выше упомянутого и зеленого и красно-коричневым далее для более глубокой детализации я расставляю такие точки которые которые дадут дополнительную фактуру жуку и кое-где их подсвечиваю белый гуашь для того чтобы они были более глубокими зрительно потому что если вы посмотрите на фотографию жука есть такие волоски светленькие и они все имеют некую такую некое углубление как луковички и вот их мы создаем вот таким способом и далее как вы видите я пытаюсь немножко восстановить фон повторюсь нужно сначала в данной работе все-таки прописать фон такими размытыми пятнами то есть отмывками зеленых и желтых оттенков и уже затем прописывать жука для того чтобы вам не пришлось дальнейшем обходить его чтобы он не потек и так далее и поэтому конечно я немножко не добрала по тону ну в принципе для наброска для первого раза я думаю это более чем достаточно и цветы я прописала дополнительно белой гуаши для того чтобы хоть как-то дать ему иллюзию объема опять же из-за того что я ошиблась в самом начале и кое-где растаяла также дополнительно пятна более темных зеленых оттенков и прописала стебли вот этих цветов на которых собственно сам жук сидит и вот так вот это все выглядит вблизи я надеюсь это видео было вам интересным и полезным спасибо что посмотрели и пока а